Как из распашного что-то достать, объясните мне снизу. В последнее время вот такой плинтус, это нафига его в салоне покупать? Он так дешевле в 10 раз. Друзья, всем привет! С вами Константин. Желание приблизиться к идеалу есть у каждого из нас. Но не у каждого есть такая финансовая возможность. Но не переживайте, потому что я сегодня для вас подготовил несколько отличных рекомендаций и советов, на чем целесообразно сэкономить при покупке кухни, а на чем лучше даже не пробовать, чтобы не потерять ее функциональность. Друзья, а если вы по-настоящему хотите сэкономить или получить эксклюзивную информацию, например, оптовые честные прайс-листы на материалы и фурнитуру, инсайдерскую информацию о деятельности мебельных салонов и производств, узнать проверенных поставщиков, фасадов и других различных девайсов, которые вам пригодятся для заказа кухни, то я создал свой личный телеграм-канал, ссылочка все будет внизу, где буду с вами делиться своими знаниями, которые я наработал годами, работая в мебельном бизнесе. Я вам гарантирую, что такой информации вы не найдете нигде. Также буду создавать там чаты и отвечать на ваши вопросы. Всех буду рад видеть у себя в гостях. Но мы с вами присаживаемся поудобнее и смотрим, на чем можно сэкономить без потери функциональности кухонного гарнитура. 20 моих лайфхаков. Поехали. Первый способ, который не вошел в мой ТОП, это сделать кухню своими руками. Почему не вошел? Потому что для того, чтобы его сделать, вам нужно выучить программу проектирования, базис мебельчика, допустим, сделать раскрой грамотно, отдать его на производство, потом сделать присадку, купить фурнитуру, столешницу, найти сборщиков и так далее. Для 90% нашего населения, даже 95, я бы сказал, 99, этот способ вообще полная дичь. И если даже его осуществите, то ваша итоговая кухня ничего общего иметь с функциональной, эргономичной не будет. Поэтому давайте про реальные способы. Первый способ экономии на фасадах. Это именно тот самый элемент интерьера, который вы можете безболезненно поменять в любое время эксплуатации вашего кухонного гарнитура. Если вы придете в салон, то вам всего скорее продавец будет предлагать МДФ фасад. Спросите его, аргументируйте, он вам скажет, что МДФ более влагостойкий. Тесты показывают, что влагостойкость ДСП и МДФ примерно одинаковая. А вот на влагостойкость в большей степени влияет способ поклейки кромки на фасаде. И это пур технологии. Поэтому я вам рекомендую сказать ДСП фасад, но чтобы кромка была приклеена по пур технологии. Вот у меня образец под бетон основного ДСП. Много тестов пройдено, он плавал несколько часов в воде, он ничего абсолютно не боится. Где купить такой фасад? У меня будет все в Телеграме. Второй способ экономии связан с первым. Корпус вашей кухни будет сделан 100% из ЛДСП. И я вам рекомендую подбирать фасады тоже из такого же ЛДСП. Таким образом, вы автоматически получаете видимые части корпусов цвет фасада. О чем я говорю? Видите боковина? ДСП, фасад ДСП, верхняя часть ДСП. Все у нас в один цвет. Круто? Круто. А вот если бы наш фасад был из МДФ, допустим, вот такого, нам бы пришлось заказывать дополнительную фальшпанель на боковину из такого материала, допустим, крашеный или покрытый шпоном, чтобы наша кухня смотрела стильно и органично. А это, представляете, допустим, в колонии 2 метра на 600. Это 1,2 метра квадратных расходов фасада. Даже если взять его по 6,5-7 тысяч за квадрат, вот вам плюс к стоимости. А тут у нас обычный ДСП, до фасада обычный ДСП корпус. Никакого перерасхода. Все в цвет. Третий способ тоже связан с фасадами. Для того, чтобы ваша кухня недорогая выглядела стильно и лаконично, комбинируйте фасады. Более дорогие с дешевыми. Допустим, по низу вы можете впустить более дорогой фасад в сборную рамку, а по верху просто ДСП прямой, под дерево. Или просто два цвета комбинируйте. Низ сделайте вот такой вот. Верх бетон. Либо наоборот переместите. Но прежде чем это делать, научитесь грамотно подбирать к основному цвету гармонирующие оттенки и цвета. В основном случае, в основном моменте, в основном, как сказать правильно, блин, в большинстве случаев кухня смотрится убого не из-за того, какой там дорогой материал использован на фасаде, а из-за того, что неграмотно подобран именно цвет этого фасада. И неправильно он скомбинирован. Вот и все. Четвертое, что не следует делать при экономии, это заказывать кухонный коньитур без верха. Это максимальная тупость. Я так понимаю, если вы хотите сэкономить, то у вас кухонный коньитур не 50 квадратных метров. А вот кухни без верха были сделаны специально для больших площадей. И только на них они смотрятся органично. Вот я делал обзор кухни огромный. Там где-то 60 квадратных метров кухни-студия. Да, классно. Но, друзья, если вы в маленькую кухню закажете себе кухню без верха, а это советуют дизайнеры, то вы потеряете очень много места для хранения вашей кухонной утвари. Запомните, открытые полки это пылесборники. И они никогда вам не заменят полноценный верхний ярус кухонного гранитуры. Поэтому в маленькой кухне кухонный гранитур должен быть до потолка и точка. Пятое, на чем нельзя экономить на вашей кухне, это гигиенический поддон в мойке. Установлено алюминиевое дно. Это круто. Цена метрового гигиенического поддона 765 рублей. Но этот копеечный девайс убережет вашу кухню от больших проблем. Нижняя полка в этом модуле сделана из ДСП. И она практически всегда в первые месяцы эксплуатации кухонная гранитура разбухает от попадания туда воды. А замена ее это очень дорогостоящее удовольствие. Поэтому обязательно купите себе гигиенический поддон на кухонный гранитур. Шестое, на чем целесообразно сэкономить эта столешница. Друзья, поверьте, вам не нужен никакой камень. 99% столешниц в Российской Федерации сделаны из пластика HPL и CPL. На основе влагостойкого зеленого ДСП сделаны по технологии подстворника вот такой загиб. На сегодняшний момент на рынке очень много различных декоров, которые могут повторять любую фактуру натуральных материалов. Камень, бетон, дерево, в общем, все что угодно. Лучше те деньги, которые вы хотели потратить на камень, потратите на функциональную фурнитуру и начинку вашей кухни. Седьмое, на чем целесообразно сэкономить, это убрать плинтус со столешницы. В последнее время вот такой плинтус, это моветон, хотя его можно заменить на более маленький, вот допустим, вот такой. Но у вас будет проблема с подбором по цвету. Идеальным вариантом у всех дизайнеров сейчас считается запустить столешницу под плитку. Это самый крутой вариант. Восьмое, на чем нельзя экономить на еврозапиле на столешнице. Если вы выбрали пластиковую столешницу, то обязательно сделайте стыковку на угловых модулях по системе еврозапил. Алюминиевые стыковочные планки также удешевляют кухню, как и пристеночный бортик. Если стыковку еврозапил делает профессионал, то столешница пластиковая становится абсолютно монолитная и очень похожа на каменную. Девятое, на чем нельзя экономить кухонный фартук. Мы уже с вами сэкономили на столешнице. Теперь наша задача увести внимание на фартук. Этот прием очень часто используют дизайнеры и он может спасти абсолютно любой кухонный гарнитур. Крупноформатный керамогранит на стену размером 1200 на 600. И все, друзья, на вашу дешевую столешницу никто и смотреть не будет, потому что все внимание будет на фартук, а столешница лежит в плоскости. Десятое, на чем мне целесообразно экономить это на дизайне. Большинство колхозных кухонных гарнитур сделанных в нашей стране сделаны по дизайн проектам самих хозяев, которые хотели добавить изюминку в свой кухонный гарнитур. Большинство из нас, абсолютное большинство, не имеет никакого вкуса. Все сочетания фактур, текстур, цветов в интерьере делаются по определенным правилам, а не просто от балды. Поэтому моя рекомендация найдите дизайнера студента, либо на фрилансе кого-то. Это не очень дорого стоит, чтобы он вам хотя бы примерно набросал современную концепцию вашей будущей кухни с правильным сочетанием цветов, текстур и декоров. Моя практика показывает, что все самые стильные кухонные гарнитуры, красивые, запоминающиеся, были сделаны по дизайн проектам. Одиннадцатое, на чем мне целесообразно экономить, это ручка на фасаде. Открывая заторез вашего дешевого фасада, которому вы сэкономили деньги, вам придется его постоянно мыть, и вы превратите в пепел. Второй момент, там будет кромочка на фасаде, а если она у вас дешевая кромочка и дешевый фасад, то она у вас отвалится. И вот именно ручечка, она убережет ваш фасад от всех этих механических повреждений. Поэтому обязательно старт. но не рейлинг ручку шлепайте на фасад, а подберите красивую, эстетичную, стильную, тоненькую ручечку. Благо сейчас много интернет-магазинов, где эти ручки продаются. Двенадцатое. Есть ли смысл экономить на кухонной мойке? Если брать совсем супер бюджетную мойку из нержавейки китайского производства какого-нибудь, то я не рекомендую. Они практически все покрываются налетом и ржавчиной. Потом, чтобы ее поменять, вам придется выбросить всю столешницу вместе с мойкой. А мыть посуду в этой мойке такое себе удовольствие. А вот если выбирать каменную мойку супер бюджетную, то с ним все хорошо. Отечественное производство. У нас по ним не было ни одной рекламации. Поэтому, если выбирать между бюджетной каменной мойкой супер бюджетной и супер бюджетной нержавейкой, то лучше взять супер бюджетную каменную. Вот так. Тринадцатый правил экономии шире модуль, меньше платишь. Я согласен с этим утверждением, только если у вас хорошая премиальная фурнитура функционально установлена с отличной стабилизацией. Представьте три по триста выдвижных ящика и один на девятьсот. У девятьсотого больше вместимость и больше функциональность, потому что все пространство внутри эффективно используется, нет никаких переборок. И цена ниже. Добавляем туда органайзер разделения пространства внутренней и получаем функциональный модуль по более дешевой цене. чем три по триста. Вот и все. Четырнадцатое. На чем? Ни в коем случае нельзя экономить. Это на выдвижных ящиках в нижнем ярусе кухни. Да, они дороже, но тут есть лизон переплатить, потому что речь идет о сотнях ежедневных открывания и закрывания этих ящиков. Но самое главное даже не в этом, а в том, что при открывании ящика, когда он на направляющих полном выдвижении, вы получаете полный доступ к нему. А в ящике, который у вас обычный распашной, вы там вглубь что-то убрали, да, в его недор, и вы забудьте сто процентов о том, что туда положили давно. Сейчас я вам покажу на примере давайте. Вот у нас наглядный пример. Смотрите, два ящика. В нижнем ярусе выдвижной, полный доступ. Смотрите, мы открыли, все, пожалуйста, пользуйся. И вот распашной. Как из распашного что-то достать, объясните мне, снизу. Вот оттуда, снизу. Нужно залезть в этот ящик полностью под эту полку. Там уже, видите, как темно, ничего не видно, что там находится. А вот, пожалуйста, полный доступ у нас. Пятнадцатый. Я считаю, нельзя отказываться от каруселей и выдвижных полок на нашей кухне. Угловая панировка кухонной гарнитуры самая распространенная у нас в России. И да, она классная, потому что она позволяет эффективно использовать пространство на кухне, да, и добавляет много рабочих поверхностей. Но в то же время она создает у нас внутри труднодоступную зону. И вот эту зону никто никогда не использует, там у нас темнота. Поэтому карусели нужно обязательно ставить, если ваши финансы позволяют, потому что это очень упростит жизнь хозяйки. И это упростит жизнь хозяйки намного больше, чем, допустим, какой-нибудь красивый фасад времен Людовика XIV. Шестнадцатое. Лучше всего отказаться для экономии отстроенного холодильника. И поверьте мне, экономия получится очень приличная. Расход ДСП на этот шкаф, фасад, поддон специальный пластиковый вентиляционная решетка. Как правило, сам этот шкаф под холодильник стоит, как отдельно стоящий холодильник. Семнадцатый лайфхак, вы можете отказаться от встроенной микроволновой печи. Отдельно стоящий девайс это стоит в 3-4 раза дешевле. Вы просто можете оставить нишу под нее, да, и в дальнейшем ее докупить. Если даже пару миллиметров что-то не сойдется, то можно все это будет отрегулировать нижней полкой. Мы так делали. Девятнадцатое. Какой бренд фурнитуры выбрать себе на кухонный фурнитур? Китай, Европа, премиум сегмент, Польша однозначно сказать невозможно. Китайская фурнитура тоже работает. Да, может поскрипывает, немножко провисают петли, есть рекламация, но она работает на протяжении многих лет без проблем. Премиум сегмент, да, крутой, бесшумность, плавность хода, гарантии 20 лет, протестированные количество циклов открываний, сертификаты ЛГА. Чтобы вам понять, что вам нужно, ответьте себе всего лишь на один вопрос. Будет ли вас радовать провисший немного фасад и поскрипывающий в процессе всего срока эксплуатации вашей кухни? Все вы поймете сразу. Органайзеры, ящики. Вы их можете без проблем потом докупить, но самое главное, на стадии проектировки вашей кухни используйте стандартные модули. 600 ширина, 900 ширина, 450, 800. Ни в коем случае ни 670, ни 530, иначе потом вы даже в эти модули не купите банальный лоток под столовый прибор. Это очень важно. И заключительно, бытовая техника. Где приобретать? Друзья, лучше приобретать в гипермаркетах, не в мебельном салоне, потому что там практика показывает больше личных акций. Покупаешь 3 единицы 4 в подарок, или просто можно витринный образец урвать какой-то премиум техники с маленькой царапинкой. В мебельных салонах очень ограниченный ассортимент этих предложений, как правило. Ну, не знаю, если даже бывает что-то дарит в мебельном салоне. Тебе еще и стоимость это включат. Поэтому не рискуйте, купите лучше в специализированных магазинах это. Наше видео подошло к концу. Другие лайфхаки про экономию будут у меня в Телеграме. Не забываем мой Инстаграм. Бам! Ссылочка вот здесь. Вот, кстати, классная работа. Я выложил недавно последнюю. Кухня в скандинавском стиле. Белоснежный фасад, квадро, стильная рамочка. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте мне пальцы вверх. Ну, а с вами был Константин. Субтитры сделал DimaTorzok